всех приветствую мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики брат и сестры во христе все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого светлого и доброго вашей жизни на с вами сегодня чтение комментариев ответов на вопросы если имеются давайте сразу к ним и приступим и первый у нас комментарии некоего антифона очевидно что человек православный я переходил на его канал кролику реинкарнация на лжи так называемой теории перевоплощения душ стоят каббалисты неоязычники трансгуманисты и прочие заблудшие ложь о перевоплощениях и есть гнилой корень их инфернальных заблуждений каждому живущему надо твердо знать что живем мы только один раз что рай и ад существует что если не стяжать на земле небесного царства то в аду придется потом быть вечно в муках и всегда помнить все мы чады божьи по благодати евангелия тана 1 глава а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими которые не от крови их не от хотения плоти не от хотения мужа но от бога родились сначала я зачитаю свой письменный ответ который я дал антифона но потом скажу в свободной форме в свободе слова если можете вместить я даю две цитаты из матфея 11 и 17 главы если ну я естественно вырываю стихи из контекста сейчас мы об этом поговорим если можете вместить и он есть илья которым или я как хотите которому должно прийти кто имеет уши слышать да слышит и спросили его ученики его как же книжники говорят что илья надлежит прийти прежде иисус сказал им в ответ правда илья должен прийти прежде и устроить все но говорю вам что илья уже пришел и не узнали его а поступили с ним как хотели так и сын человеческий пострадает от них тогда ученики поняли что он говорит им обаяние крестители но я пишу своими словами иисус иоанна крестителя прямо называет перед переродившимся ильей ведь иоанн не с небес пришел и не воскресал а родился ребенком и возрос как обычный человек вот видео на эту тему я даю две ссылки на моем сайте христолюб точка ру есть страница посвященная реинкарнации естественно одноименно она и названа именно этим именем реинкарнация перевоплощение там я собрал все эти места которые связаны до реинкарнации с тех пор как я записал кстати антифон дает комментарий на к тому первому мой ролик который записал у меня серия видео есть на эту тему по реинкарнации все ролики подобные этому видео собраны на моем канале христолюб проповеди или голоса пьющего в пустыне на котором вы смотрите это видео ответов на вопросы в первом самом плейлисте я вот так и назвал бытие бытие бог иисус христос человек мир грех зло добро время вечность все что связано с этими понятиями эти видеоролики я отдельно собираю в этом плейлисте кому интересно можете перейти по ссылочке в описании найти или сами на канале найти и посмотреть ну я сначала пытался их выделить в отдельную тему потом оставил все их в одном плейлисте вот этом бытие потому что некоторые ролики прямо вроде бы по названию не говорят о том что я буду в ролике говорить о перевоплощении человека но косвенно говорю поэтому я решил все это собирать в одном плейлисте но вообще конечно начал об этом говорить с первого ролика записанного 26 20 июня 2019 года так он и назван реинкарнация повторное по воплощении или переселение душ потом я записал ролик опыт предыдущих жизни возраст души судьба или предопределенные события пророчества ну война полов тоже я именно в контексте именно перевоплощение человеку и поэтому человек не обязательно был только мужчина или только женщины в этой жизни обо всем об этом я говорю чуть позже я записал в сентябре такой ролик как многосерийный фильм под названием земная смертная жизнь людям положено однажды умереть а потом суд или однажды положено ну я вот как раз отвечал там тоже на некие ответы в этом все это связано вот до этих вот вещей до реинкарнации до перевоплощения судьба против пророчеств судьба судьбы будет свобода против пророчества судьбы будущего антиномия умом непостижимая тоже из этой серии потом я записал ролик очень сильные как я считаю и дело не в том что я пытаюсь что-то там доказать я вот так назвал или я и уан один и тот же человек или нет реинкарнации и перевоплощение вот там не видно а здесь я вам показываю крупно я кстати недавно переделал значок чтобы он был более говорящий и левый он вы видите на экране илью и она на значке да то он был сначала другой не очень было понятно этот ролик я рекомендую именно об этом я сейчас в комментарии антифону и написал посмотрите это видео обязательно по значку найдете ли вот как я вам дал показал на экране в плейлисте как он выглядит название в поиске по каналу всегда сможете найти именно вот эта страничка сайта реинкарнации здесь есть все места если вам нужны они вы сами хотите следовать с кем-то поделиться поговорить здесь все что касается вот этого особенно момента где иисус прямо разговаривает с учениками своими и говорит им что или я и иоанн это одно и то же лицо я все эти места здесь перечисляю я во всех этих видео когда говорил пожалуйста я призывал людей которые хотят это что-то опровергнуть об этом поговорить то пусть сначала ответят на все эти места писания где иисус прямо прямо илью называет иоанном притечи или хотите иоанну притечу ильей и более того на ветхий завет говорит о том что илья придет иисус сказал что он пришел но он пришел не с небес хотя он был взят живьем на небо и он не воскрес из мертвых каким образом он пришел второй раз на землю илья в лице иоанна притечи он пришел пришел родившись опять в человека причем настолько явные яркие события с которые сопровождали его это зачатие кто помнит как он был зачат захарии и елизаветы и как он родился какие события то есть уж очевидно что илья не с небес свалился простите я прямо скажу да и иоанн притечи да ну илья не с небес свалился он воплотился именно в очеловечился в новом аватаре имя которому иоанн притечи я призвал в тех во всех роликах в это в очередной раз и в принципе я поэтому я ответил так антифону я и сейчас до сих пор призываю пожалуйста ответьте мне особенно вот в этом видео после его просмотра илья иоанн что имел ввиду иисус ведь он прямо говорит и не надо мне показывать другие места из писания подобные этим местам что да как а вот не может быть реинкарнация пожалуйста сначала ответьте мне по этому месту из писания где иисус вот прямо говорит что из и илья этого человечившийся иоанн пожалуйста попробуйте опровергнуть эти места не не просто на другие не просто как слизни слазить с этого места и на другое место перед перескакивать огромные большие эпизоды описаны нам в евангелии иисус говорит прямыми словами написано что ученики даже его поняли что он говорит что речь когда идет об илье а пришедшим это и говорится бы они притеть что это одно лицо ну вот пожалуйста попробуйте опровергнуть это эти эти места писания ну и после этого видео на день когда я записываю сегодняшний ролик 15 9 февраля 2020 года про илью который уже был достаточно давно я записал еще один ролик реинкарнация деятельное проявление божьей любви и бессмертия как вы видите здесь стоит скоро премьера он еще не вышел но на день выхода этого ролика он выйдет 14 февраля через неделю ну когда вы будете смотреть этот ответ возможно уже будет тоже рекомендую к просмотру там еще раз принципе я говорю подобные вещи но в принципе все об одном и том же ну тоже рекомендую к просмотру там вы найдете ответы я думаю на все свои вопросы а если нет то попробуйте их как-то законно так скажем опровергните посредством те того же самого писания где вот там иисус об этом прямо говорит так читаем дальше я там говорю о том что от и рай да и о любви божьей как раз вот этот ролик последний я рекомендую вам посмотреть я по-моему и дал ссылку еще не вышел на еще не выше этот ролик антифона чтобы он тоже его посмотрел так ниночка спасибо дима за рекомендации предложены варианты чтения библии так пророком пожалуйста викуля бредание учения апостолов ставит кролику иисус не воскрес ставит превыше христа оттуда и беды все спасибо за ролик но я пишу да умудрение завели в бред не проповеду любовь и бессмертие вот и все благовестие по поводу по поводу этого ролика иисус не воскрес да я надеюсь вы уже посмотрели си нет рекомендую посмотреть вот чисто мы скажу какую я там пытался и надеюсь я донес сейчас очень краткая дача у меня не получается но я действительно попытаюсь кратко сказать основная мысль этого видео было попытаться вам показать тоже на эти вещи вообще внимание даже не обращаем во времена мы с вами живем мы с вами христиане 21 века две тысячи лет прошло во времена апостола павла в церкви собраний и им же насажденным как он сам пишет что он является отцом основателем этого собрания это ячейки в церкви до в коринфе в некоем городе коринфская очень большая церковь потом выросла да именно он являлся отцом ее основателем как он сам писал я родил вас во христе при живом павле который казалось бы является живым носителем евангелия иисуса христа благой вести о любви и и бессмертии да во времена этого живого апостола павла в церкви им же насажденный и нас отделанных чем словом истины проповедуя о свободе человеческой души избирать между добром и злом и избирая добро он будет иметь вечную и благую жизнь а избирая зло будет иметь вечную страдательную жизнь именно в этой церкви при живом павле появляются не какие-то люди это необычные люди не просто шестерки простые люди скромные не имеющие никаких даров ни власти ни денег не будут что там в церкви какие-то нового учения вводить посягают ни на что иное как на само учение а это не учение в принципе просто жизнь на воскресение христова и воскресение всех людей на земле и говорят спокойненько и проповедует сами так верует и проповедует что иисус не воскрес знаю что вот павел еще жив на земле хоть что периодически он кругами ходя и проповедуя по-древнему так скажем по древней хотите востоку европе как угодно это назовите на это не восток немножко да вот греция италия каринф болгария все это турция современная да и он перенесли ходя там все время кругами и проповедую периодически заходя в эту же каринфскую церковь в этот городе до спокойненько начинают извращать саму суть евангелия о том что иисус не воскрес человек ты не бессмертен и никто из вас не воскреснет всех вас едят черви я на этом живом примере хотя этот пример уже был в истории человечества мы с вами прекрасно знаем ветхий завет что самый богатый самый знатный элитной ветвью иудейских первосвященников именующих себя садукеями от вроде как пошедшего от некого священника садока еще во времена давида во времена царей первых царей иудейских так их назовем и израильских еврейских спокойно отрицали воскресение мертвых при том условии что весь ветхий завет говорит о том что человек ты бессмертен и как мы видим многие книжники богословы что известные богатые точно такие же члены синодриона и даже учителя все законы и которые учили народ и что народ на примере той же самой нам известные марфы до при случае со воскресением четырехдневного умершего лазаря говорили и мыслили о том что да все люди воскреснут в последний день в день господень но спокойненько была часть еврейского народа иудейского в частности на так назовем который отрицало воскресение их называли садукеями да это было целое учение они ели пили веселились ибо завтра умрем спокойненько они были учителями народа членами синодриона и даже священниками и первосвященниками ибо шли от очень именитого священнического рода вот вам пожалуйста и во времена нового завета становления церкви все происходило то же самое задумайтесь кто это такие люди начавшие так не то что сами верить и жить еще и других учить и это церковь христово при живом апостоле павла я когда все это ярко показал я надеюсь я задал вам простой вопрос задумайтесь что до нас дошло в каких искажениях якобы евангелие иисуса христа в нею в чистом виде когда во времена уже апостола на такое посягали и церковь которая через и учение христа который через двадцать лет после его через двадцать максимум тридцать лет через после вознесения иисуса христа при всех усилиях проповеди его учеников после усилий самого бога пришедшего во плоти ничего не дала и еврейский народ целиком отрицает истину и евангелие иисуса христа у них все удалось все что там было описано все что мы видим попытки жалкие попытки в 15 главе при так называемом первоапостольском соборе описано в 19 главе когда пытались на язычников весь закон моисеев повесить вплоть до обрезания да сделать их обычными иудеями вот и все обратно все сатана действует разными способами мы видим что все у них получилось ножка семидесятому году так называемой иудейской войне когда иудеи восстали против римской империи до вырезали там все гарнизоны поубивали всех потом за это поплатились правда вот все они уже целиком отстали от учения иисуса христа и не приняли его христианство среди евреев полностью умерло среди язычников которым она якобы перешло и она действительно перешло до но умерла но также через 200 лет уже в двести семидесятых трехсотых годах христианство так скажем незримо уже не существовало а зримо она перестала существовать так скажем его отправной точкой было неважно верный этот год или нет я верный . назову само событие это кто знает собор первый собор при византии собранные царем константином все христианство полностью исказили извратили и убили сделали это естественно вот такие же первосвященники всякие священники патриархи епископы вся вот это вот полу иудейская уже не христианское путеводители слепые вожди слепых они же не бац выросли в никейский собор я почему и говорю уже можно сказать 200 лет а то и через сто лет все христианство уже стала умирать стала сгнивать двухсот семидесятому я так что цифры более круглой были 200 лет после того как отпали евреи 200 лет это максимум и христианство умирает и группа нам по внутренности и еще через 50 лет ставит жирную точку она умирает по зримой церкви христова вот с появлением так называемый ее официально это как раз смерти официальные похороны настоящей церкви христовой которая была гонима но она была зрима потому что те люди которые себя официально называли учениками иисус христа были гонимы эта церковь было да там были разные люди правда тоже потихоньку она сгнивала но там еще были светильники 325 год вроде как они считают до 325 же по-моему это первый собор никейский далее как он там я уж все начинаю забывать на не суть важно все причем собирается он по приехать естественно царя потому что эту религию надо полностью адаптировать ассимилировать для империи и это происходит как вы думаете я всем задал вопрос за с 300 года мы сейчас года до 2000 18 веков прошло причем так называемая истинная евангелие передавалась вот этой вот церковью сатаны я прям буду называть да так потом разделявшиеся на православных католиков потом еще разделявшиеся на кучу всяких ветвей как вы думаете те люди которые не щадили никого кто знает какие гонения было в этих трехсотом веке уже между собой там появились две партии которые вырезали нещадно друг друга не только по духу по духу так скажем словом божьим рубят друг другу уши нет кто знает всю историю что там творилось со всеми этими ариями это же разные просто ветки как они друг друга губили душили убивали это христиане да но это проды правители были вот как там царь всем простворствовал все эти закулисные козни как вы думаете люди которые сжигали потом на кострах всех еретиков что православные что католики что протестанты что все на свете как вы думаете эти люди которые даже людей не щадили эти секты и и и и пятнадцать веков простому человеку не было доступно даже евангелие всегда она читалась на древних языках специально на древне греческом на древне латинском на древне русском церковное славянском до который никто ни один всяк ничего не понимает книг в общем доступе не было это было дорогое удовольствие всю историю человечества до возникновения книга печатания как вы думаете что до нас дошло если покушались мне там за какое-то вегетарианство пытаются доказать веганство что вот его нету там евангелие иисус не был веганцем и вы слышите чего мне хотите доказать приводят слова мне синодального перевода где там рыба хотя даже те же самые греческие манускрипты все спокойно доказывают что там было слово пищи вместо мяса когда он воскресел там девицу дали все эти примеры где там написано дал дайте что-нибудь есть и принесли что-нибудь есть перевели специально мясо рыба что-то дописали что-то приписали что-то закрыли вырезали ну сами подумайте вы просто обратите внимание на эти вещи как вы думаете если это было времена апостола павла это грубо говоря может 10 лет прошло может 20 после всей христа и такое возникает в среде христианства но о чем вы мне говорите что через 20 веков вот эти вот секты до меня донесли вот эти вот бумажки вы думаете там осталось хоть грамм правда там конечно есть правда я сам это исповеду основная правда это в том что бог являлся во плоти да на этом просто им деться некуда пока почву для антихриста еще не начали даже готовить на самом деле когда начнут и это все вырежет а так основная суть евангелия это то что бог являлся на землю и бог этот открыл нам свое имя свою сущность которой есть абсолютная любовь эту любовь бог сам а за ним и человек должен избирать добровольно своим пришествием своим этим хождением творением добровольно добра на земле бог иисус христос это явно показывал палка он никого не бил ватни в рай никого не загонял дубинкой но проповедовал проповедовал жестко и говорил правду если вы будете творить добро и свободно избираться будет вам благо будет творить зло у каждый отвечает за дела свои будет пожинать то что он сеет все за эту правду он пострадал был жестоко убит распят на кресте но он так как он нам явил еще одно свойство еще одну сущность еще одно имя бога это бессмертие вечность он естественно воскрес имея жизнь в самом себе причем опять явив нам любовь мы видим что он как и сказал что он добровольно отдает никто не забирает эту жизнь но они забирают ее как бы но бог позволяет чтобы явить нам свое имя любовь сущность он позволяет бесноватым людям сотворить такое даже с собой с богом ну еще заодно через это явить бессмертие природы просто божественные и всего им сотворенного бессмертие она вообще просто есть бог просто есть мы любовь она просто есть и свобода на просто есть и он воскресает естественно возносится для того чтобы что нам опять или третье имя ну как он исходил и блага и всю жизнь свою проводил и вознесением поставил такую жирную точку ничего не написав ничего не оставить чтобы в свободе слова дети божьи которых бог просвещает всякого человека пришедший в мир благовествовали эту истину он возносит для того чтобы что оставить нам и открыть нам еще одно имя уже окончательно бога сущности его и свобода он не остается что палка кого-то к царству небесному к святости приводить да оставляет это все на свободу выбора самого человека вот эта суть она никогда никуда не пропадет никто ее не истребит не сердец человеческих эту суть можно без всяких бумажек из уста в уста передавать дела любви добра мы должны являть на самом деле в самом себе не рассказывать какой был добрый иисус он-то был добрый а мы иисус сказал сотворить и научите вот она суть евангелия мы будем творить это и передавать если ты будешь свободно людям благоествовать и призывать их свободно творить добро ты все это будешь творить и передавать ты все эти сущности бытия всю сущность евангелия будешь и так передавать свобода любовь и бессмертия ты будешь это каждому открывать и неважно сколько там подделают перепишут евангелие ты знаешь это вот в том ролике я попытался эту простую истину донести и показать что ну неужели много надо мозгов иметь чтобы понять что писание конечно же подлежит извращением сокрытию истины приписывание лжи это очевидно посмотрите на тех лидеров на те секты которые это несли все разве думаете они оставили все это нет конечно посмотрите какой сильный живой пример был в каринской церкви я пытался там и показать надеюсь у многих что-то открылась проявилась викуля пишет ветхий совет через призму любви читаем вместе присоединяюсь спасибо родной так пророки я кстати открываю с четырнадцатого числа пол начнется его на всех приглашаю открывать я их ну уже как бы я их загружаю ставлю в премьеры на канале христолюб библии и чтение иных писаний до середины лета то есть идут учительские книги в день по ролику 1800 выходит псалм со один псалом сейчас уже помда вы сегодня 50 и псалом будете смотреть на день выхода этого ролика всего 150 потом по порядку у меня загружены притчи вы помните экклезиаст песни песни а параллельно с 17 февраля два раза в неделю как я когда-то и планировал потом уходил от этой мысли потом к ней вернулся пророки начнут выходить параллельно с учительскими книгами по два ролика в неделю вторник пятница где-то так получается в 9 00 утра все естественно время по москве я живу в россии в воронеже в московском часовом поясе всех приглашаю будет очень интересно я думаю не будете разочарованы познайте истину в очередном ее так скажем полноте и красоте потому что на пророческие книги много сомнений соблазнов непониманий вырывание как всегда стихов из констекстов и на это лжи строит свои учения все секты я и даже вышедшие из них свободны во христе там много что узнаете для себя полезного так что всех приглашаю с 14 февраля по моему 1 1 выходит по пророке ионе чтение данной книги ниночка предыдущим ответом спасибо дима достойны ответы на неподтвержденные безумные утверждения ответы на вопросы спасибо ничек роман рачихинск кролику иисус не воскрес интересная подача возник вопрос помоги разобраться что значит он умер за грехи наши ну и вот по поводу умирания за грехи наши но кто знает это цитата это вырванный так скажем вырванный стих цитата из исаи пророка исаи 53 глава которого я сегодня на данный момент и записываю я уже дошел до 14 главы на день выхода вот этого ролика а это 53 глава я во-первых с романом поделился ссылкой на вот этот про ведущие ответы на вопросы 53 где я кстати кратенько даст ну достаточно и мне кажется емко я надеюсь ответил на этот вопрос я им дал ссылку на канале христолюб избранная который я недавно тоже создал открыл я не знаю кто знает кто не знает кто не знает вот я сообщаю всех приглашаю на него подписывайтесь там я буду выкладывать нарезки и отрывки из этих моих всех проповеди со всех моих каналов которые мне брать сестры помогают так скажем ну монтирую я сам они мне присылают отрывки наименований их названия и здесь я уже но это опять же я просто вырезал вот из того большого ролика ответов на вопросов предыдущего я дал на него ссылку он даже еще не вышел этот ролик но скоро выйдет я его так и назвал где он тут у меня есть грех мира да по моему так в общем вы его тут найдете а назвал я его вот он иисус не брал на тебя твоих грехов это на значке вы видите грех наказание мира на иисусе был об искупительной жертве иисуса христа я ему дал две ссылки на эти ролики рекомендую всем тоже к просмотру посмотрите я думаю не пожалеете я все-таки анонсирую да еще по поводу исаи как раз вот вот человек приводит примеры это стихи 53 главы я вот сейчас заранее презентую тоже опять же то есть всем кто хочет разобраться в этих моментах я хоть в общими фразами даже сейчас отвечу но кто хочет действительно познать истину от писания я я всех приглашаю на канал христолюб чтение библии иных писаний потому что того что я сейчас скажу вот на эти два стихи это вырваны стихи из большой 53 главы 53 глава контекстально контекстно вырвана из 52 53 54 невозможно понять 53 главу книги пророка исаи без прочтения хотя бы хотя бы 52 53 54 главы то есть трех глав ни одного стиха 50 это библия запомните это не лотерейный барабан с нарезанными туда на струганными стихами из библии и каждый берет оттуда вырывает неизвестно откуда неизвестно чё и в туда вкладывать все что угодно или по несколько стихов набирает и пытаются и склеить в одно предложение которые вообще несовместимы библия это в основной своей массе исторические книги и даже книги пророков так называемый они тоже исторические исключением являются в основном только вот эти вот несколько учительских так называемых книг это та же самая песнь песня на кто знает вообще кто ее посмотрит тоже на канале тот узнает она и не учительская и не историческая это вообще поэма от нее многие пытаются отречься чтобы она вообще входила в канон библии полу такая романтично сексуальная и никто не знает что с ней сделать и куда ее вообще пришить какому руководу вот ну а такие книги как псалтырь кто знает это сборник составленный непонятно кем непонятно когда и непонятно в какой последовательности притчи так называемого соломона проповедник книга проповедника экклезиаста это есть на книги на выбивающиеся из всего контекста которые не являются так скажем исторические в них даже эти главы или это те же сам псалмы или притчи собраны не в каком-то историческом контексте а просто так нашалай балай все остальные книги даже книги пророков это исторические книги единственное отличие пророческой книги от исторических прямых книг только тем что в пророческой книге исторические события еще не сбылись о них говорится наперед а их последовательном сбывании время в нормальном вот времени в котором мы все с вами живем и в будущем времени а последовательно происходящих избывающихся событиях вот и все отличие пророческий книг от исторических которые уже констатируют факт сбывшихся событий ну или как говорится живем настоящим мы читаем сам книгу любую историю как будто мы живем в этом времени все ну или для нас они сейчас с вами в прошлом естественно книги пророческие мечтаем для нас уже эти тоже порой события в прошлом но мы их читаем в настоящем да вот а об их ним будущем мы глазами пророка когда читаем эту книгу это для нас сейчас с вами людей как я говорю нового завета а еще более узко 20 христиан христиан нового завета людей нового завета христиан нового завета христиан 21 века в частности это для нас все эти события давно сбылись когда мы читаем пророческую книгу мы читаем глазами пророка о будущих событиях мы читаем с вами их сегодня в настоящем и как будто живем с пророком в настоящем вот и все но там события такие же исторически последовательно происходящие изложены поэтому понять 53 главу невозможно без прочтения от корки до корки всей книги пророка исаи от первого стиха первой главы до последнего стиха последней главы поймите это наконец сейчас я кратко дам ответ как будто своими словами как будет от себя кто захочет познать истину обратитесь на канал мой канал второй из пяти уже христолюб чтение библии иных писаний к чтению книги пророка исаи вы не пожалеете об этом никогда вы познаете истину которую есть на самом деле они все эти ложные учения вы не найдете про я я показав историю что я присутствую на ю тубе да нет даже за 10 лет который христианин я не нашел в интернете ни одного проповедника пастыря папа священника архиерея кого угодно кардинал у кого была последовательно записана вся библия с комментариями с ответами на вопросы на все эти лукавые неудобные места на объяснение всех мест я для вас это сделал потому что господь мне все это открыл и я с радостью делюсь этим небесным хлебом с вами почему я говорю я конечно иногда говорил все я больше отвечать не буду нет я пытаюсь я знаете раньше я пытался какой ты сейчас за нашел такую золотую середину но по крайней мере вот на данную секунду на вот это вот миг нашей современности нашего времени в котором мы сейчас живем я стал действительно знаете так скажем золотая середина явля явилась у меня двумя крайностями и в себе обрела золотую середину я уже вот как сейчас выйти я не пытаюсь открывать 53 главу зачитывать тем более на сегодняшний день пишу именно и сай вот когда вы смотрите это видео я с человеку даже не могу ссылку дать эти ролики еще не загружены они для даже не записал еще только на 14 главе до 53 дайте надо еще потом загружаю что появилась ссылка открытая так скажем ролика загруженного на youtube я но я нашел тот золотой середины я отвечаю все просто своими словами а хочешь убедиться и всю полноту увидеть пожалуйста обращайтесь к каналу моему христалю библия я не обезьян я не могу все одно и то же всем по кругу повторять и все это по текстам показывает все это я сделал специально чтобы мне самому свою жизнь с ума не свести да ну я ру делает конечно же с радостью чтобы с вами можно было поделиться вам открыто было истина вот ролики как я вам уже рассказал это 14 это я только на 14 главе даже не загрузил по выходу уже потому что я до великих пророков айса 1 из великих или больших как называть пророков мало я все уже загрузил там получилось уже конец апреля то есть исай это где-то выйдет у меня в мае параллельно со всеми историческими учительским вот этими псалтырь который выходит и потом возможно даже перекроет эти учительские книги а я как раз начну писать новые заветы у нас там новый пойдет параллельно с ветхим а потом и останется один новый апокрифы я что-нибудь такое начну читать вот но и я не могу вам каждый день выкладывать по ветхому завету папа пророльским книгам я их так растянул там в принципе в неделю получилась одна книга что основном состоится из двух роликов особенно малый предисловие ли анонс и сама книга обычно я ее там практически все книги за один ролик записывал исаевы увидите где-то только в мае но время поверьте мне быстро пролетает делаю я специально такими открываю хоть каким то что ролики надо чтобы набирали хоть какие-то просмотры если ролик выходит на нем два человека посмотрела сейчас все выпалю все это просто youtube не воспримет никак не будет продвигаться метам и так 10 человек смотрит и вторая цель это то что всякая пища должна усваиваться до того что я вам сейчас все выпалю ну что вы в себя это напихаете вас обратно все полезет вот так вы посмотрели подумайте поразмышляет и будет время усесться будет время самим после совместного со мной прочтение почитать одному в тиши и спокойствии поразмышлять утвердиться в истинности и лживости моих слов если захотите да вот поэтому так вот идет поэтому исайю я вот всех приглашаю тоже знаменитейшие слова вообще книга пророк исай кто знает самая цитируемая в новом завете самая так скажем является на которую ссылаются книги самые известные самые часто на которую ссылаются да поэтому ее конечно знать обязательно тоже надо хотя бы познакомиться с ней ну а кратко я отвечаю на этот вопрос иисус никаких грехов на нас не брал я вам сделаю просто затравочку 53 глава муж который несет на себе все эти скорби назван который так скажем не имеет греха из-за нас это несет назван я надеюсь сейчас вы поймете чем я скажу и подали дождетесь а кто будет может быть когда-нибудь потом смотреть этот ролик на ответы кто там вряд ли будет потом смотреть смотрят обычно кто в живом формате следить за моим творчеством а сейчас я и тебе отвечу и всем дам мужем взявшим изведавшим болезни взявшим на себе так скажем все наши грехи и саят своего от первого имени пишет он говорит о вавилонском плене израильска иудейского в частности народа израиля если хотите да и этот муж это тот народ это то поколение которое потом будет освобождено просто так ни за что по божьей благодати снизойдет на следующего царя после на ухода носа которых и пленил он освободит этот иудейский народ и они уйдут обратно в иудею со столицы в израиле и вот этот народ это потомки тех которые за беззаконие были выведены в этот вавилон вот эти дети которые выросли стали обновленным таким под поколением которые выросли в плену которые не видели грехов отцов которые не видели хорошие сладкой жизни в грехах в земле обетованной да именно эти дети которые страдали потому что они родились в вавилонском плену как в гестаповских лагерях за вину отцов и вот они неся все эти скорби в вавилонском плену за вину за греху своих за за грехи своих предков которые из вавилона никто потом не вышел все они там умерли потому что вавилонский плен был более 70 лет а соответственно все кто в здравом уме те кто грешили за за кого и постигла это божье наказание так назовем из иудейского народа всем им было от 20 лет соответственно еще за 70 прошло им всем от 20 все эти люди кости похоронены где в вавилоне новое поколение вот это и названо все эти дети которые выросли возмужали мужчины и женщины и вы выходят из вавилонского плена находясь там не по своим грехам а по грехам своих предков отцов матерей они выходят именно они страдали там за своих отцов вот таком идет речь и вот это вот новое поколение и названы которое несло это бремя своих отцов и названо мужем скорбей который взяла грехи понесло и все это искупала грехи своих родителей то что они-то еще не делали грехов но многие из них либо были уведены в плен детьми либо там родились все вот это поколение и названо этим мужем взявшим на себя все грехи понесшие болезни доказать я вам сейчас тоже как ведь без текста я ширше не обращаюсь я вам делаю затравочку чтобы вы все это увидели своими глазами читайте не вырванными стихами из контекста я вас приглашаю даже конечно же не когда исай выйдет и вы только в 53 главу тыкните попадете в право на чтение это будет большой ролик 52 53 54 главы но естественно чтобы даже их уже точно убедиться о чем речь надо прочитать будет вместе со мной всю книгу пророка исаи там вы вспомните вы же знаете все эти мессианские места сидела в очреве примет и родит сына да вы помните все это будет еще раньше это 7 8 9 глава поэтому нет смысла вырывать даже 53 главу даже 52 53 4 из всей книги я вас умоляю прошу я вот свободно ответил хотите принимать эти хотите нет конечно же духовно речь идет об иисусе духовно но только исайя выражается образным языком это раз потому что все равно в оконцовке они никакой грех не искупили своих предков они мучились за них наказание как написано ведь и сайтам тоже два слова говорит грех и наказание он и в между ними равно станет это лишь символьный язык наказание мира было на нем грех мира был на нем наказание грех это разные слова но исаих почему-то уравнивает если а равно b а b равно c то а равно c а он горит наказание мира на нем был тут же пишет вернее грех мира был на нем и тут же пишет на и наказание мира было на нем грех получается не наказание грех одно и то же так и есть. И вот это вот наказание, которое они несли своих предков, они не были его. Но они не могли его искупить на самом деле. Они не искупили его. Те люди, которые померли по телу, грубо говоря, за свои грехи все равно пойдут в ад. Да, образно говоря. Или в новые тела, чтобы покаяться. Жить люди не... А многие... Если там раскались, еще ладно. Бог им дает старушенца. А если не раскаялись? А вы думаете, все в плену каяться? Нет. Вспомните, что было с израильским народом в Египте. Моисей вступается за некоего еврея, которого бьет египтянина и убивает этого египтянина. На следующий день он уже пытается разнять двух евреев, которые друг с другом готовы шкуру содрать. В плену до сих далеко не знают, что все люди начинают любить друг друга, даже находясь в горе и в несчастье. Люди готовы сожрать друг друга, даже когда сами уже на днище. ада. Вот так вот. Но об этом я буду обо всем там говорить. Я затравочку сделал. Стихи Библии, это не лотерейные барабаны. Они не объясняются сами собой, вот вкладываются. Там все написано. Там просто надо внимательно читать. Все, что требуется от человека. Поэтому я всех приглашаю. Естественно, все, что вы хотите знать по Писанию, я об этом, обо всем говорю. Я все это читаю подробно, без верываний, без перепрыгиваний. Мы последовательно читаем каждую книгу Нового Завета, Ветхого Завета. Я верю, что полгода он будет окончательно завершен у меня. И бесполезно обращаться даже, почему я там не пытаюсь ролик как называть, читать по каким-то стихам, читать изборочно, типа скучные вещи. Там нет скучных вещей. Там истории излагаются. И ты, если скучные вещи пропустишь, ты не поймешь контекста. Не поймешь. Поэтому всем, кто считает себя христианином и любит что-то цитировать из Библии, особенно если хотите со мной поспорить и Писание, вы сначала хотя бы со мной прочтите любой стих, любое место, где вы слышите от меня и с чем-то не согласны. Вот я на проповеди говорю. И вам кажется, что я вкладываю что-то другое, что не вкладывает ваша секта православная, католик, протестантов или даже вы свободны, вы Христе, и вы со мной не согласны. Пожалуйста, прежде чем задавать мне вопрос, я говорю, скоро у меня будет Библия, до конца лет записан. Сейчас, может быть, еще не все места, вот поэтому я и напрягаюсь, объясняю, именно еще отсылки даю, все это разжевываю. То в будущем, пожалуйста, прочитайте со мной только обязательно. Если вы какое-то место берете, значит, вам придется прочитать всю книгу. Я, видите, как сказал, даже не главу. Книгу. Вы что-то цитируете из послания апостола Павла к Ефесской церкви? Будьте любезны, посмотрите мое чтение, послание апостола к Павлу к Ефесиным целиком. Нет ни одного стиха, вырванного из контекста. Вы что-то из Евангелия хотите цитируете? Думаете, я сейчас вам скажу эпизод, прочтите? Нет, пожалуйста, прочтите со мной. Вот вы вырываете что-то из Марка, хотя бы Марка, целиком, прослушайте один раз. У вас на другие, во-первых, сразу отпадет, может, вопросы. Вы посмотрите, как я Евангелие читаю. Обратитесь туда. Вы что-то хотите мне из Писания тыкать, что и не так, или даже вопрошать, пусть даже в добром, в хорошем. Пожалуйста, я буду всегда, вот чем я дальше иду, скажем, на Ютубе, чем у меня больше появляется вот этих вот записей, чтений, писаний, я уже, конечно же, как попугай, как обезьяна, стараюсь отходить от этого, людям одно и то же не повторять. Пожалуйста, посмотрите. Я специально потрудился, чтобы принести некий плод, и хотел бы, чтобы эти плоды были больше и больше у всех вас. Там все открыто и все понятно. Если у вас нет желания смотреть, то на любую тему, когда мы рассуждаем, когда вы там о мясе не пытаетесь, там что-то сказать из Библии, обратитесь на все эти места, посмотрите, в чем там смысл. Ну или простыми словами уж хотите принимать. Когда Иисус учил любви к врагам, на что он опирался? Ни на что. Он более того, он привел то, что весь Древний Завет, Ветхий Завет учил об одном. Люби ближнего, причем в том контексте Ветхого Завета, да. А там такая любовь к ближнему была. Мама, не горюй. Я как всегда говорю, упаси меня Бог, с царствами такими святыми, даже которые исполняли эти заповеди, и ненавидь врага своего. А я говорю вам. Он ни на что не оперся, когда давал эту заповедь о любви к врагам. Ему не на что было опереться на Ветхий Завет. Иисус от себя говорил. Более того, я говорю, противопоставил это всему Ветхому Завету. Вам сказано? А кто говорил-то во всем Ветхом Завете? Бог и Егова. А это не Бог и Егова говорил. Это говорил Моисей, Давид, Авраам, Исаак, Иаков, кто угодно, только не Бог. А я говорю вам. Я поэтому, конечно же, в простоте, познав истину, хотите принимайте, хотите нет. Мало ли, что вам там сказано? А я вам говорю. Его исказили Писание. Не убивайте животных. Это страшный грех. Это всем понятно. От начала была заповедь любить все Божье творение. Ну, достаточно я сказал. Поехали дальше. Галя Кролик, Иисус, сильно спасибо. Елена Корольковская. Дима, ты сказал, что древо познания добра и зла это древо зла и псевдо-добра, но это никак не может быть, ибо Бог не творит зла. Ты говорил, что Бог может делать зло, но никогда не делает его. Из этого выходит, либо это не древо зла и псевдо-добра, либо это не добро, либо это не Бог насадил, но его поставил Бог в раю. По твоим словам, выходит, что Бог под красивой оберткой насадил зло в раю. Какой смысл, если допустить, что через некоторое время Адам должны были начать вкушать с этого древа, то зачем им вкушать зло или псевдо-добра? Во-первых, через некоторое время, это я знаю эти лживые теории, тоже учения, что в принципе грех Адама с Евой, но это люди недалекие так рассуждают, я вам сразу скажу, что типа грех их был в том, что они прежде времени просто вкусили. Это полный бред. От древа познания добра и зла, типа они должны были в свое время, когда Бог бы им разрешил. Ну да, он сотворил человека, не знающего, не могущего различать левой руки от правой и дал ему свободу выбора. А чего тогда он его свободу не дал? По поводу вот ответа, я даже свой сейчас комментарий не буду зачитывать, сразу буду своими словами говорить. По поводу то, что Елена рассуждает, она рассуждает у нее с логикой просто сложности, наверное. Во-первых, этого древа познания добра и зла и древа жизни, по факту, скорее всего, просто никаких по плоти не существовало. Хотя такое может быть. Но прежде всего, это описан невидимый мир. Причем, это мы в словах и в нашем современном мире во временно-пространственном или в пространственном временном измерении, как хотите, мы все эти книги мы вынуждены писать последовательно, да? Мы не можем два события, вот сейчас секунда данного момента, как вы подадите мне два события, одно происходит в Америке, другое в Украине, в одну и ту же секунду. В одной падает самолет, в другой мать рожает десяти близняшек. Супер события. Как вы мне расскажете одновременно о двух событиях? У вас один род. Вы мне расскажете об одних и тех же событиях, творящихся в одно и то же время, но в разных пространствах, на разных частях Земли, вы мне вынуждены будете рассказать сначала либо ли о событиях в Америке, в котором там, допустим, что-то случилось, да, плохое или хорошее, а потом об истории в России или наоборот, неважно. Тут просто вам придется выбрать, тыкнуть пальцем в небо. Вы не сможете мне одновременно. Вы просто максимум потом при последовательном все равно рассказе сможете сказать, что это произошло в одну и ту же секунду в разных концах нашей необъятной Земли, круглой, квадратной, как хотите, кто там за что радует, полно-плоской. Ой, Господи, всем только не насыется. Здесь то же самое. Надо же понять, что любовь, свобода и бессмертие – это три божественных природы, которые просто есть им. Они просто есть. Они не созданы Богом. Бог есть всегда. Бог есть им. И Бог – это и есть. Любовь, свобода и бессмертие. Она просто есть. Любовь, она без палки. Любовь невозможно купить. Любовь невозможно заработать. Любовь невозможно поработить. Любовь – это добровольное желание делать объект твоих очей счастливым. Вот что такое любовь. И это делается добровольно, не из-под палки. Если ты делаешь что-то из-под палки, за что-то, из корысти, из-за выгоды, это не любовь. Любовь – это бескорыстное делание человека счастливым, радостным, веселым, как хотите, блаженным, испытывающим удовольствие, наслаждение, кайф. Все это об одном. Слов много на земле стало. Порой они все в синонимичном контексте употребляются. Вот и все. Поэтому Бог, сотворив вообще человека и вдунул в него дыхание жизни, сразу одарил его, а по сути надо понять, что все эти слова сотворил сначала, вдунул, он стал, потом сказал эту заповедь, что возделывай храни, запретил срывать, возделать и хранить, становиться Богом и сохранять, и не падать с этой ступеньки, когда ты на нее восходишь. И наоборот, не творить зла, все это нам описано вот так. На самом деле, это произошло в один миг, когда Бог сделал человека. Это надо понять. И поэтому свободы и вот эти древа жизни, тогда вы же поймите, это же древо познания добра и зла, это же символ выбора между древом жизни и древом зла. И это и есть свобода. Тогда надо обвинить Бога, что он вообще, потому что сам выбор подразумевает, что человек может совершить зло. И тогда надо Бога обвинить, что сама свобода. И вы знаете, как многие говорят, Достоевский очень много философств любил на эту тему, вы знаете, в его книгах экранизации сейчас полной, где его эти персонажи, главный герой очень часто задумываются над тем и так философствуют, что зачем тебе свобода? Да, надо ее отдать. Ибо свобода есть зло. Люди по свободе свои творят зло и в принципе то есть свобода есть зло. Тогда вы до этого можете докатиться? Нет. И плюс Бог не может что-то дать, что-то не дать того, чем он не является. Это просто есть. Бог не может отречься от своей свободы. Понимаете вы или это нет? Поэтому свобода она тоже просто есть. И она не зло сама по себе. Зло это то, что совершается посредством этой свободы. Вот и все. Поэтому надо же понять, что этого древа познания добра и зла якобы его не существует. Существуют плоды этих деревьев, дела, которые ты вкушаешь. Поэтому это древо жизни и древо познания якобы добра и зла это лишь символ свободы. Вот и все. А появляются они, так скажем, когда ты творишь это зло. Они появляются сразу в реальности с плодами. Вот и все. Но нам описан по какому-то человеческим языку как мы можем понять. И вот как мы видим, кто-то понимает такие, как я, кто-то не понимает. Все же понятно и просто. И второе. Опыт жизни я всегда показывал это, я уже много раз показывал эту картинку и опыт жизни об этом свидетельствует. Никто зло в чистом виде вкушать никогда не будет. Ну, когда говоришь людям убийство это зло, все в одно ухо. Да, 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 да. Убийство это зло. Да, да, да. Все верно. Нельзя убивать. Не, 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 нельзя убивать. Только скажи, что вот эту вот линию на земле начертили. И вот там все враги и кто перешел, это твой враг и его надо убить все. Да, 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 да. Надо убить этого человека. Ну, разве не так? Объясните мне. Разве не так? Убийство это плохо? Собачке или кошке? Живодюр. Да, да, да. Это плохо. Да, да, да. Это плохо. Что ж птичку там, ребеночку. Охота. Да, 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 да. А вот убить, чтобы сожрать. Да, да, курицу. Да, да, да. Убить, 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 конечно. Но убийство это плохо. Да, да, да. Собачку убить. Ой, это так плохо. Это живодерство. Что ты, что ты. Вах, вах, вах. Убивать. Кто будет зло в чистом виде вкушать? Его обязательно надо прикрыть какой-нибудь красивой отберткой. Обязательно человеку надо создать иллюзию выбора. Я об этом постоянно говорю. Никто не будет вкушать зло в чистом виде. Любой убийца, любой грешник всегда найдет оправдание своим действиям. Посмотрите на каких-нибудь там чикатил или еще что-нибудь. Они там, они вычищали, посмотрите на нацистов. Они очищают мир от нечистых людей там или еще что-то. Они всегда найдут своем беззаконии. они еще делают мир лучше. Они санитары леса. Да. Еще себя христианинами назовут там, православными, католиками, неважно. Хотя Иисус говорил, оставьте это, ничего выдирать нельзя, все пусть растет, дожат вы. Вот и все. Поэтому никто в чистом виде зло не будет вкушать. Это уже люди, конечно, вкушают тоже, но обычно это уже дошедшие до полного безумия, а поначалу все прикрываются. Потом, когда человек совсем становится уже бесноватым, да, он уже и добро называет злом, а зло добром. Прямо. Прямо. А может даже уже начинает в это верить. А зачастую вначале прикрываются или людям вешают эту лапшу и наоборот бывает. Так что вот так вот. Так что ты, Елена, чего ты не понимаешь. А не понимаешь ты ничего, а ничего, вот я даже так сейчас скажу. По следующим комментариям твоим я это понял. Сейчас мы до них тоже доберемся, да. Так. Сакральный кодек. Иисус не воскрес. Да, душа это живая энергия. Только Яхва Ветхозаветный это не Бог-творец. И цель внушить идею, что секс это грязь через дерево познания добра и зла. Ну, тут слишком много сразу тем. Я лишь хочу все-таки сказать опять. Да вы поймите, наконец, это вот люди, основная масса просто ничего не понимают. Да нет никакого Ветхозаветного Бога там Яхва, Егова. Есть Бог, один Творец неба и земли. Все, что описано в Писании, в Библии, это собрание книг, библиотека. Это написано людьми, о людях, которые думали и видели, как понимали, как зрели те события, как они общались с Богом, что они выносили, как Бог им открывался в меру и их познание. Все. Это то, как они видели Бога, это еще не есть Бог. Конечно, если принять априори ложную аксиому, ложную истину, что Библия – Слово Божье, в котором каждое слово свято, и несмотря на все беззакония, очевидные грехи, которые творят эти люди, вы это называете априори святостью, то, конечно, вы попали просто в сети лукавого, и все, и у вас Бог плохой сразу. Но это не так. То, как люди видят Бога, то, что люди помышляют о Боге, какие люди делают выводы из Божьих действий, описанных в той же самой Библии или любых других писаний, это еще не говорит о том, что это правда, и что мы почему-то априори должны вынести, решить, что это истина, и вынести оттуда какую-то пользу, если это зло на самом деле описано. Мы должны из того, что мы читаем, мы с вами, неважно какой человек описывает события, даже свои выводы, какие-то дел, вы-то каждый будет отвечать за свои дела, вы-то из этих писаний выведите правильный вывод, кто там плохой, а кто хороший. Это вот раз, что я хочу сказать. По поводу секса, там грязь, я уж не буду говорить ничего. Так, я пишу, они убили животное, вот какой грех был Адама с Евой, это понятно из наказания. Вот это Елена Королькова пишет мне. Дима, а почему ты думаешь, что Адам с женой убили животное? Посмотреть, как устроены внутренности, да они, да как они же обладатели такой способностью, что постигали, видели предметы животных, самых сущностей, поэтому имена им давали. Жена увидела, что дерево хорошо для пищи и что она приятна для глаз и вожделенно, потому что дают знания. Дима, это получается, что жена сама убила животное, но как, вопрос вернее, получается так, да, но как она была приятна для глаз, разрезанное брюхо и таким образом оно дало знание. Не, а почему я это не верю? Я в это не верю, Бог не, если захочет, может расскажет нам потом. Ну, кому он тебе там, Бог расскажет, я не знаю, мне давно все это открыто. Я ей отвечаю, то, что сейчас отвечу, еще один комментарий, Елена, зачитаю. Да, предложены, конечно, много, предложений, я ей отвечаю, сейчас я вам отвечу, она пишет, да, предложений, конечно, много и так возможно и по-другому, но Дима, зачем ставить человека и животных на один уровень? То есть, она фашистской идеологией их разделяет. Бог сотворил человека по образу и подобию своему, а животных нет, и это очень большая разница. А человек словесный, и животный нет. Человек может творить, а животное не может творить. И оно не может, и не хочет познавать Бога, а я не вижу этого желания у своего котика. Я ей пишу, ты его познаешь через убийство беззащитного и безобидного существа, так ты образ и подобие сатаны, а не того, кто дает жизнь. Я, естественно, Елену заблокировал, я с трупоядами и с убийцами, безжалостными убийцами животных ничего общего не хочу иметь, я не хочу даже с ними разглагольствовать. На тему, вон она там по писанию задает, вопрос получается, древо добра и зла, ей потому все закрыто и никогда не откроется по той простой причине, что у человека жестокое сердце. И на примере, кстати, вы знаете, очень часто любят говорить, что сердце народа и вообще отношение народа, людей можно познать по отношению к слабым, к пенсионерам, как говорят в любом государстве, к детям, к беззащитным, к малоимущим, к социально незащищенным людям, к животным, домашним, диким. Вы знаете, это абсолютно истинное мировоззрение, что одни люди смотрят на других, на другие народы и смотрят по их законам, как они относятся, что в этом сердце. Господь сказал, по плодам их узнаете, этих людей, по делам, да? И вы знаете, я по отношению человека, я почему перестал уже прямо кому-то даже о христианстве говорить, прежде чем он не откажется от убийства животных, я мне это явно стало на сердце, сам-то я прошел именно такой путь, мне многие удивляются, почему мне все вот так открыто. Я говорю, слушайте, я на путь любви стал на рельсе любви с самого начала. Я вегетарианец, 10 лет вегетарианства, я дал определение на канале, оно схоже с йоговским определением, это энергия смерти, это любая так называемая пища, хотя животное, это не пища, полученная посредством убийства живого существа, животных, всех млекопитающих, ползающих, каких угодно, птиц, рыб, любого существа, имеющего глаза, уши, мы видим, что она переживает, мы видим, что она движется само собой, не потому, что это кирпич бросили с камень, он летит, и якобы он жизнь обрел, нет, оно само в себе движется, у них есть сердце, легкие, мозги, какие бы они там ни были, внутренние органы, мы видим, по внутренним органам, мы понимаем, что есть и невидимый мир, этот все у них присутствует, сердце какое бы, если у них есть сердце телесное, и у человека есть сердце, вы кто-нибудь видел сердце душевное человека, разве это сердце переживает, мы же прекрасно понимаем, что переживаю я здесь, почему вы видите, что у коровы есть сердце, у курицы есть сердце, вы жрете его, сердечки будешь, почечки, вы совсем обезумели, я 10 лет назад, когда покаялся, сразу оставил этот грех, именно поэтому Бог мне все открывает, вам ничего никогда не открывает, вы поднимаете руки на беззащитные существа, вы вдумайтесь в это, самый страшный грех какой есть, это убийство, лишение жизни, души или тела, неважно, можно духовно, как говорят, убить человека словом, ну, по сути, ты доведешь его до самоубийства, он закончит жизнь, и сам закончит жизнь своего тела, могут не убить тебя физически, могут довести тебя в долги там вогнать, кто знает, какими угодно разными событиями, люди вздергиваются от разных, так скажем, несчастных случаев своей жизни, и им кто-то поспособствовал, долги, кредиты и так далее, невыносимость жизни, в невыносимые условия ставят, человек физически или душевно, и человек прекращает свою жизнь, это убийца, это его вы, неважно, что вы его не своими руками убили, убийство самый страшный грех, это лишение жизни, вы убиваете, вы совершаете самый страшный грех, да еще по отношению к кому, о каком можно патриотизме говорить, о каком можно говорить, убийстве какого-нибудь Чикатило, действительно, смертной казни там, среди людей, там, закона, незаказно, вы каждый день убиваете беззащитные существа, у которых есть сердце, а если у них есть сердце такое, значит, ну, Господь прямо в Евангелии, в Библии, в первом, говорит, душа живая, мы с вами названы душами живыми, даже после того, как Бог вдунул в нас дыхание жизни, и неоднократно я показывал, в Псалтире написано, как Бог, что дыхание жизни всему присуще, эти выражения всегда есть, даже в Ветхом Завете, и вы убиваете беззащитные животные, на что вы рассчитываете, что вам откроется, это же не телесный грех, это грех души, вы убиваете, если вы проплачиваете эти убийства, вы еще хуже убийств, потому что вы двуличный человек, вы чьими-то руками творите беззаконие, и мните о себе, что вы хороший человек, вы не хороший человек, вы хуже самого сатаны, вы убиваете беззащитное животное, и не говорю о том, что вы суперхороший, что вы встали уже на его защиту, вы еще убиваете его, больше этому беззаконию найти, поднять руку на беззащитное существо, нас в детстве учили нормальных родителей, нормальные родители нормальных детей, учат не обижать слабых, более того, нормальные родители учат заступиться за слабого, подставить грудь, заградить спиной, заслонить, я говорю многим, я даже молчу про там, ну не молчу, вы знаете, я шучу об этом, я как раз говорю, да, я говорю, что вы должны встать, грудью на защиту слабого, спиной заслонить нуждающегося, но до этого надо дойти, вы хотя бы сами перестанете грешить, и вот эта вот Елена, она мне говорит, ты на дно, ну какое одно, я ей говорю, ты выше него, я не говорю, что животное это одно, они души живые, они не познают Бога, это значит, можно его взять и убить, это значит, живое существо, которое испытывает реальную боль, у них кровь и плоть такая же, чувства, мы же видим, как их тащат на бой, но они кричат, вопят, она, вот я смотрю на эту Елену, я думаю, она что бесноватая, они не думают так, они думают, они святоши, они думают, что они христиане, они дети Божьи, я смотрю на этих людей, я жалею, что мне Бог, столько лет, я попав в эти секты, точно так же, в эти лживые учения, что кого угодно ешь, что угодно ешь, только человека не ешь, сам я 10 лет не убиваю животных, от начала своего христианства, и кто знает, я выпустил отрезок, из беседы с сестрой Викули, которая была ровно 3 года назад, практически тогда, когда я вышел на YouTube, и как я говорю, там все то же самое, о веганстве, причем, о не вегетарианстве, я сам это делал, веганил, уже не только вегетарианцем, веганил, я все это самое говорю, о любви, удивительно, я сам когда нарезал, так интересно было, посмотрите, он есть, у меня уже вышел пост, как там называется, но еще в описании, в комментарии попросите, ссылку я дам, но перейдите на Христолюб, канал Новый мой избранный, там его найдете, он почти из самых первых, канал только открыт, называется, по постоянству в любви, там Иисус Христос, в пустыне, как бы я там, заставочку такую сделал, послушайте, это большая беседа, у меня с сестрой была, ну так же сейчас, теперь есть нарезки, есть маленькие кусочки, вы убедитесь, что я один и тот же, столько лет, и поэтому мне Бог все открывает, вам не откроет никогда ничего, никогда ничего, это до какого безумия, человечество дошло, что убийство мы называем благом, тут нет ничего, ни тут, ни тут, эти люди называют все христианами, православные, католики, протестанты, какие вы христиане, вы даже не люди, человек, человек, созданный Богом, первозданный, не Адам был создан, не Ева, человек, один, вы не вернулись в состояние человека, вы не достойны называть себя человеком с большой буквы Ч, или людьми, человек в раю не должен быть убивать, о каком небесном царстве вы мечтаете, горе христиане, в кавычках, христиане, или по-настоящему, без кавычек, горе христиане, ад, которым давно готов уже, о каком небесном царстве вы вообще плетете, поете песни соловьиной, заливаете, вы не достойны первозданного человека, вы еще не вошли в рай, в котором никто не должен был губить души никакие, убивать, о каком небесном царстве вы поете, вы что, встали на их защиту, вы готовы принять поругания, побои, поношения и даже смерть за них, вы это делаете, да вы пока, я вижу, что вы благовестники и вестники и ангелы сатаны, тьмы, смерти, насилия, жестокости, страданий и скорбей, вот что несет Елена и ей подобные, у меня почти такая, при всеми блокировках, все в новых и в новых, как вы видите, появляются такими, в какое небесное царство вы вошли за Христом, взяв свой крест, вы за что поношение несете, вот я несу, да, что вы несете, оправдывая все беззаконие, сладкое называя горьким, горькое сладким, вы заступились за слабого, защитили обделенного, они перед нами абсолютно беззащитны, у нас топоры, колья, автоматы, дубинки, все ухищрения ума человеческого, у них ничего нет, да, да, они действительно в первозданном состоянии, что вот мне сказать, Елене, я всем пытаюсь сказать, что вам еще, на каком языке вам говорить, на небесном, вы, Господь правильно сказал, я вам о земном говорю, вы не понимаете, чего вам говорить о небесном царстве, о земном, вы потонете в море крови и слез этих убитых животных, вы потонете в нем, в этом аду, ну, естественно, я говорю, я, я даже общаться, мне не о чем с таким, я больше перестал общаться о Писании с убийцами беззащитных животных, перестал, о каком Писании, о каком небесном царстве я с вами буду рассуждать, о том, что все в Евангелии подмазывали, я убежден, что у Иисуса было точно такое же требование святости, как он и в других местах, которые нам не подмазали, предъявлял, иди продай все, и они все оставляли, разве Петр сам не засвидетел, что они все оставили, слушайте, если они по плоти все, мы видим, из Евангелия, которые до нас дошли, что они все оставили, а не оставили они все по духу, или Иисус им позволил убивать и крошить животных на его глазах, ничего подобного, я в это никогда не поверю. Это недостойно звания человека, первозданного человека, о каком небесном царстве можно идти речь? Конечно, поверив в халявные, бредовые учения, ведущие человека в ад, поверив в Иисуса Христа и в его искупительную жертву, и лечь на диванчик и ничего не делать, да, это очень легкое, приятное учение, это пространный путь, ведет он известно куда. И грешу-грешу, а по воскресеньям плачу под батюшкиным полотенчиком. Это такой же пространный путь. Все католики, протестанты и православные, исповедующие, живущие по их лживым учениям зла и ненависти, даже, даже к животным, я вот вообще не считаю, как можно подойти, барану горло перерез. За что? За то, что я хочу сожрать его труп? Вы вдумайтесь в безумие этого. Я каждый раз говорю и каждый раз не знаю, какие еще слова найти. Какие еще слова, кроме факта жизни? Ты кормишь это своему ребенку? Сними мне ролик, как вы вместе зарезаете свинью и потрошите ее, снимайте вместе со своим ребенком, которого ты кормишь, в том возрасте, в каком ты его кормишь. Сними, пришли мне это видео. Никто этого не может сделать. Добро от зла его не надо доказывать. Оно просто есть. Ну, если совсем бесновато стало, как Давид, который сыну своему говорит, убей этого человека, у которого еще маленький ребенок даже меча поднять еле может. Да, дойти до такого безумия для вас и человек не станет ничего значить. Это, конечно, для меня не будет доказательством, что да, можно, смотри, твой сыночек убил, ты каждый день режешь и сыночка научила в десять лет уже свинью потрошить. Ну, я говорю, пожалуйста, посмотрите на Давида. Для него и люди были, как свиньи. Он спокойненько своих детей воспитывал на резне человеческой. Люди, которые знают Бога, которые равны Богу и созданы по образу и подобию Бога. И Давид этим людям спокойно перерезал глотки, как свиньям и учил этому, причем не на теории, а на практике, своих детей. И школа обучения у Давида была очень легкая. Встань, перережь ему глотку. Думаете, я рассказываю сказки? Не читали этого никогда в Писании? Пожалуйста, как всегда, заканчиваю свой монолог отсылкой к прочтению Библии на мой канал. Вы верите в ложь. Узнайте правду. Узнайте правду. У меня нет больше слов. Я не знаю, что на эти темы вообще, как можно говорить. Давид, ты сравнила, что животные, так и Давид, и грешников подвел под эту же статью, как ты подвела свиней. Хотя, эти люди могут познавать Бога и созданы Бога. И он спокойно резал им глотки, как свиньям и учил этому своих детей. И что? Это стало правдой? Это стало истиной? Давид достойный небесного царства. Упаси меня Бог от царствования с такими. Я верю в реинкарнацию, что эти люди, может быть, я сам этот Давид, что человек, может, действительно, через года и десятилетия и сотни раз в своих жизни покаялся, наконец-то, и пришел в сознание. Тогда, да, такой человек может войти в небесное царство, где он войдет, будет достойным всех тех, которые там находятся. И это действительно будет небесным царством, потому что все там люди будут святые, а не грешники. Ну, вот такие мои комментарии. Так, Вадим Шумшки, Шум, Шумшких, К Иисусу не воскрес. Так, к слову, бросил в глаза, как можно отсечь ухо и не разрубить плечо. Ну, тут я думаю, Вадим, не знаю, хотел он мне, может быть, немножко вторить с моим роликом Иисус не воскрес. По названию многие думают, что я буду говорить о том, что Иисус правда не воскрес. Но я на самом деле, кто знает, ролик был о другом. И я просто Вадиму написал, да ну, что, тут как раз, знаете, вот уж это там, считать правдой или неправдой, отрубил там Петр ухо, и как он отрубил, не разрубив головы там или плеча этому воину, одному из воинов, пришедшему с целой скопищей арестовывать Иисуса. Но я вам навскидку набросаю, что это очень легко, это как раз не аргумент там лживости или истинности Евангелия. Вы знаете, я сомневаюсь, что у Петра был клинок, как показывают в каких-нибудь рыцарских, меч показывают в разных рыцарских фильмах, там, не знаю, чуть ли не до пола, метр, полтора-два. Мечи бывают полметровые, вот, кто видел, да, ну, классический меч, жало его называют, да, вот Павел писал, жало вплоть. Мечи до полметра называются жалом, да, ну, у них помимо размеров, потому что полметровый это как раз маленький меч, ну, жалом и клинки называются, ну, клинки опять же есть от 10, я не сильно в оружии разбираюсь, ну, кое-что в свое время интересовался, да, вот, ну, естественно, у них есть и у жал, который особенно жалом называется определенная, ну, поняли, там, форма, да, семечком таким, в общем, там, свои тонкости, но дело не в этом, вот, и поэтому я сомневаюсь, что у Петра, как у какого-нибудь, как мы представляемся обязательно рыцаря, такой меч, как в фильмах, иногда непонятно, как они вообще машут, там, метр, полтора, чуть ли не два метра, да, нет, это скорее всего были мечи полметровые, такие, я их назову жалом, клинки, ну, я вам два, например, накидаю, это могло быть поступательное движение, он же мог вот так, вот так идти, да, и вот так вскользь, прости, воин, соответственно, уклоняется, как-то это бойня, вот, и это не факт, что он ему именно мечом отсек, это могла идти рука, содрать, можно все ухо отодрать, элементарно, или самой киянкой, или я говорю, действительно поступательным, второй, это мог быть вертикально, горизонтальный удар, и он, наоборот, уклоняется, это вот так вот проходит, да, он ему сносит, тем более, если он был в какой-то шлеме, это могло со шлемом, наоборот, ты же бьешь, гнешь, там, допустим, у него какие-то эти были, она именно рвет это ухо, вот, так что тут уж, знаете, сомневаться, но я так решил, немножко сыграть актером, да, показать, это действительно может быть как угодно, уж в это-то я, да, то, что там, я думаю, что всякое бывает, бывает в жизни такое, что, знаете, вон, какие-нибудь, смотришь, это ведь, что-то в жизни у людей не бывает, как ты туда залез, всякое бывает, так что то, что Петр вместо головы ухо, именно оторвал как-то там, да, я в этом, тут нет ничего удивительного, я думаю, что для этого, какие угодно могли быть варианты, они могли сцепиться, нам могли все подробнее писать, я вам на таких примерах, вот, на этом, помните, я когда ролик записал Иисус Бумажный, евангельский, кто интересуется, посмотрите, очень будет интересно, издательно, я говорю, слушайте, ну, обратите внимание, три синоптика, и сам, мне почему-то очень просто нравится, один из ярких примеров, из четырех евангелий, никто из трех синоптиков не описывает воскрешение, четырехдневно умершего Лазаря, события, происшедшие за несколько дней до ареста, такую шумиху, и такой ажиотаж, поднявшие в Иерусалиме, когда праздники были, туда миллионы евреев стекалось со всей земли, из рассеяния, они спокойно не описывают эти события, что мы рассуждаем, как там Петр, как это было описано, вы знаете, я вот ролик записывал, кто смотрел спорт, о своей спортивной, вот этой, и дрочливой жизни до покаяния, посмотрите его, кто не смотрел, кому интересно, может быть, я рассказывал, я не мог даже точно вспомнить, где я, что, как стоял, как это было, как я летел, когда меня ударили, как я там, все вот это, ну, как вы думаете, вот они описывали вот эту вот, тоже, можно сказать, арест, этот бойня, ночь, что там происходит, ну, все это очень, да, с годами, неизвестно, когда писалось, Евангелие описывалось, чьих слов там, живые очевидцы писали, нет, все это очень, вот, поэтому такие вещи, конечно же, вот, я думаю, что это правда была, да, и не повод это думать, что это место не истинное, ну, о таких правильных вещах надо тоже задумываться, но, ну, и к этому ролику я о другом немножко, хотя говорил же, естественно, о духовном больше, что вот это, как спокойно искажали, и как, я даже в этом показал, что там как бы, ну, да, искажали реально, они свои писания писали, надо же об этом не забывать, так, Саша, спасибо, спасибо, Ольга, спасибо, так, всем, кто, вот, комментарии, даже зачитывать не буду, таких людей я тоже блокирую, некий путник N, ну, вот, опять же, он оставляет какой-то написанный комментарий, даже учитать не хочу, почему, пишет просто комментарии, начинает вот дубляжом копировать, ко всем роликам, даже не к вышечным, значит, он мои ролики не смотрит, ему это не интересно, он вот свое что-то лепит людям, и давайте комментарии, просто копирует под каждым роликом, у меня забиваются и комментарии, человек это не смотрит, зачем он мне нужен, что вот мы с ним будем делать, да ничего, я поэтому, я пропустил, раз, два, три, я говорю, ну, мало ли кто что пишет, я говорю, ну, пусть хочет человек высказаться, ну, высказался, ну, когда я вижу, начинает он по каждым роликам лепит, у меня ролики стоят, в премьере, как всегда есть, он, я вижу, к этим премьерным роликам, которые еще не вышли, лепить, плюс, как вы видите, сейчас я стал отвечать под каждым, комментарий, хоть что-то, либо обнимашку там, либо благодарность, либо, если есть что-то ответить, я, видите, знаю все равно, что я буду видео ответы писать, я стал все-таки текстом, тоже человеку, что-то немножко доносить, вот, потом еще видео отвечаю, как видите, даже надо их прямо зачитывать, потом еще добавлять свои слова, зачем мне вот этот мусор, я его прямо, под моими роликами, на моем канале, ну, пусть открывайте свои каналы, ну, кто вам мешает, вот, вы знаете истину, хотите кому-то что-то донести, там, комментарии, как всегда, на тему апокалипсиса, все плохо, бегите, там, все из этой серии, я и так, вы видите на экране, четыре комментарии, у одних и тех же, просто копируют, вставляют, под всеми роликами, вон, к ролику о перерождении, видите, очередной комментарий, он еще даже не вышел, он выйдет только, я же вам, ну, я же вам говорил, в начале, мы о реинкарнации разговаривали, уже все комментарии туда понапихал, зачем мне это, мне это не надо, так, Любовь Акимова, к ролику книги пророков, послушай на ютубе Оше, очень рекомендую, я написал, мне давали на него ссылки, я смотрел, не мое, я еще раз вам скажу, про себя, по поводу, востока, буддизма, йоги, это не мое, несмотря на то, что всем, некоторым кажется иногда, что я оттуда что-то беру, или что мысли схожие, потому что существуют, вот эти вот, клише, думание, что там реинкарнация, это там восточное учение, а вот христианское, это не учение, нет, реинкарнация, это учение истины, не учение Востока, или православия, да, и это не учение православия, катализм, претестантизм, я не спорю с этим, но это и не не учение христианства, это именно учение Иисуса Христа, я на основании его этих, его слов прямых, дошедшим до Евангелия, причем на основании тех Евангелий, которыми пользуются и считают истинным те же самые православные католики-протестанты, я и показываю, и же с ними все, я показываю, что Иисус прямо говорит о реинкарнации. Пока никто мне не смог эти места как-то опровергнуть или что-то здравое сказать или объяснить. Пожалуйста, найдутся такие люди, я буду рад пообщаться. По поводу Оша, он известный йог такой, YouTube на канале, везде там ездит, проповедует тоже. Да, мысли, кажется, общие есть там что-то, но я вам сразу скажу, я знаю йогу, что это такое, и практику, и теорию. Я всем этим тоже пытался увлечься, так скажем, куда мне тянуло, я старался идти, всегда шел чисто за Богом. Я все практиковал, именно потому я это все отвергал и что-то, наоборот, принимал как Христа, как истину, как Евангелие. Поэтому сейчас я в общем, когда-нибудь я, может, доберусь уже, что-то в частности поковыряться. Ну, сейчас, вы знаете, у меня цель и задача на канале Библии зачитать Ветхий Завет, потом пойдем потихонечку по преданию, апокрифы, не апокрифы. Кое-что хочется, у меня там есть все равно мечта маленькая, проповедническая, по преданию записать все равно, причем больше по художественной литературе, типа Клайва Стейплз-Льюиса. Вот, поэтому, ну, доберемся, я думаю, до мусульманства когда-нибудь, до Востока, не знаю, до всего, до ведизма, до эзотерики, доберемся. Ну, все сразу я не могу, и знаете, очень часто каналы уходят в то, и их не автор уклоняется в то, что они начинают много всего обличать, говорить, как все везде плохо, не говоря, что хорошо-то. Вот, поэтому я иду по другим путем, я иду путем Иисуса Христа, стараюсь следовать Ему стопочка в стопочку, прежде всего надо говорить, что хорошо и где истина. Вот, и я еще свой этот путь не закончил, я говорю, на Библии не записаны все описания, все, так скажем, предания, история, так скажем, Ветха Завета будет записана, причем только, получается, по Библии, это все-таки история Израиля в основном, еврейского народа. Поэтому я иду по такому пути, мне 37, Бог может будет благословить жить и до 100 лет, да, причем дай Бог в здравии телесном, чтобы можно было служить, и тогда еще все успеем, да. Вот, и на проповеди я еще до конца не выложился, еще попишемся, поговорим об истине, побольше о христианстве. Когда уже, знаете, все будет уже дубляжом совсем идти, одно и то же перетирать, я потихоньку, в любом случае, перейду на, так скажем, обличение, как это говорят, или, ну, как угодно, я просто буду на всю эту тьму светить светом и показывать во свете истины, да, показывать, что не так. Конечно же, я там буду говорить, но вот им там придется кратко, без доказательных, без авторитетных ссылок говорить своими словами, чтобы вы помните, в Писании так, в истине так, вот, что-то типа такого. Ну, до этого как дойдем. И вот все, кого я слушал, там, никого только не, мне кто только себе тоже прибрать не пытается, то мне какие-нибудь эти славяне, как они там, родноверы пишут, о, ты наш, ты наш, я говорю, я не ваш, нет, вы ошибаетесь. Вот, и посмотрев один мой ролик, два, десять, они думают, что я их, я говорю, я не ваш, я прошу их сразу, скиньте мне ваши ролики, видео, тексты какие-то, вероучения, кто вы, я посмотрю, кто вы, в чем суть вашего. И когда я читаю, я говорю, ваши, а им сбрасываю свои, говорю, посмотри еще вот это обо мне, я говорю, мы разные, я не ваш, вот, и вы не мои, вот так вот. Поэтому Оши я, я сам не рекомендую, естественно. Все это от истины, конечно, и в их словах, и в учениях, и даже в жизни есть много и света, и даже и истины есть, но полнота только во Христе, причем не в бумажном, конечно же, в том, который у тебя в сердце, который ты пускаешь, реально открываешься истине, но бумажные истины тоже имеют свою силу, место, ими, конечно, пренебрегать уж совсем не стоит. Так, Олег пишет. Бог один, а значит, любовь одна. Бог не может не любить свое творение, рыб, птиц, и он не может по грехам людским, если ему похоти захотелось зла, попускать это зло, а убийство животных – это зло. И это каждый из вас знает, для этого не надо иметь сто пядей во лбу, не надо. Надо просто иметь в себе силу и смелость и желание для покаяния. Больше ничего не надо. Саша к ролику о пророках. Ветхий завет читал 20 лет назад, половину уже забыл, зато теперь повторение мать учения. Спасибо. Ну, это к ролику о пророках. Всех я приглашаю присоединяться на канале Христолю Библии. Аллочка, классный ответ. И спасибо. Оля, спасибо. Викуля, о вегетарианстве. Коротко и понятно. Спасибо. По делам их узнаете. Да, истинно, по делам. Оля, к прошлым ответам. Спасибо сильно. Пожалуйста. Вадим. Плюсики. Елена Сидорова. Плохо слышно. Елена Сидорова. Это не жена? Кто у меня тут Сидоров-то есть? Саша, да? Где у меня Саша? А, Сидоренко, а тут Сидорова. Так, ну есть. Да я там с микрофоном у меня немного было, кстати. Он... Тут техника не идеальна. Тоже бывает, что-то слетает. Я надеюсь, сейчас звук хороший. Вам все слышно. Бывают косяки. Так, все. На этом мы с вами закончили. Всего лишь час тридцать. Средненький такой. Формат так. Что еще? Вот конец хотел сказать. Давайте анонс по видео. Что у нас тут? На день выхода этого ролика вам предстоит сегодня 9 февраля. Через два дня спасения по делам или по вере. Всем рекомендую. Особенно, если вы вышли из протестантизма. Да и не важно. И с православия. Потому что православие проповедует спасение под батюшкиным полотенчиком. Лживыми крокодилями слезами покаяния. Это полный бред. Это абсолютное лживое учение. Несоответствующее Евангелие. Ролик будет, по-моему, два или два с чем-то часа. На такие темы, вот эти темы спасения по вере. Вы знаете, я вообще в том ролике удивлялся, как вообще можно об этом рассуждать. Если каждая строчка Евангелия говорит о том, и Ветхого даже завета, о том, что человек спасается только своей жизнью. Ты тот, кто ты есть. По плодам их, Господь говорит, судится и узнаются люди. Но там я действительно опять в очередной раз показал самые мощные, сильные моменты, которые полностью убивают это лживое учение. И что те, кто эти лживые учения исповедует, они просто отреклись от истины. Они просто Евангелие разорвали на какие-то куски и взяли для себя удобные места. Ролик очень сильный. Я вам рекомендую его посмотреть. Кто хочет действительно не обманываться. Потому что от того, что вы горько-сладким назвали, а сладко-горьким, оно от этого не поменяло свое свойство. Это только вы назвали истину ложью, а ложь истинный. Но вы идете не туда. Лучше сегодня покаяться, признаться, что вы были не на том пути. Неважно, сколько вы лет пребывали в этом заблуждении, в протестантизме, в православии, в калицизме. Даже выйдя из них, у вас остались эти, пусть вы живете в свободе и во Христе от культов, но не в свободе от лживых сатанинских учений, которые вас заквасили через эти секты. Всем рекомендую, не пожалеете. 14 февраля ролик по реинкарнации тоже очень рекомендую. Он отличается от прочих немножко роликов, потому что названа реинкарнация как деятельное проявление и доказательство Божьей любви и божественной бессмертия и свободы, и любви, да, бессмертия и вечности. Реинкарнация лишь подтверждает божественную природу, сущность бытия, любовь и бессмертие. Тоже рекомендую. С другой стороны, мы с некой посмотрим, чем в предыдущих роликах, о которых сегодня говорили. И истина или передание, то есть исполнение. Тут что-то не видно полностью название, я преувеличил. В общем, передание, помните, тоже ролик. Это, в принципе, заключительный ролик из серии роликов, вы помните, вам сказано в писании, а я говорю вам, потом вам сказано в предании, а я говорю вам, передание я записался, значки вам все не будут, пока все их найдете. И вот этот ролик уже тоже там предание, а тут передание, черная маленькая буква Е у меня. Мы подведем итоги, то, что где я опрос проводил в предыдущем ролике, в предании, вот вернее, как третий назывался, да, кто там читал Библию, кто нет. Ну, тоже интересно, еще раз обо всем этом зафиксируем. Я поделюсь там личным опытом своим, вот этого передания, предания, как я видел, как обо мне смотрят, да. Вообще, можем ли мы говорить, я говорю, не от себя, когда мы говорим что-то сами, не можем. То, что все мы говорим, это уже говорим мы, неважно, что мы цитируем даже кого-то, это я это принял. Я не знаю, как человек, я, может быть, неправильно понял его словы, мне лишь понравились слова, но он их не в то в них вкладывал, это я только их так понял. И то, как я понял слова этого человека, это еще не мысли этого человека. Казалось бы, между двумя человеками лишь их не уста, но это является, даже это может являться испорченным телефоном. Там я еще раз стараюсь эту тему раскрыть и показать. В принципе, краткий анонс есть, это пока все ролики, что я записал. Основной своей силой я бросаю на канал Христа Любиблия. Еще раз приглашаю вас на проповеди, я забыл в прошлых просто ответах сказать об этом, чтение комментариев, ответов на вопросы. Я сделал еще один канал. Здесь я, помните, говорил, по-моему, что я сделал плейлист, я от этого отказался. Девчата мне стали помогать, братьев пока нет, помогающих в этом направлении. Они стали присылать мне отрывки, интересные отрывки из моих роликов. Я их нарезаю, монтирую и выкладываю на новом канале. Который вам уже показывал, называется он Христолюб, избранная. Всех рекомендую, ссылки найдете везде и в описании. Если уж не найдете, попросите в комментариях. Всегда они есть там наверху, справа, ну где угодно. Я думаю, что вам будет не безинтересно даже по-новому посмотреть. Будет маленький, если здесь у меня по полтора-два часа, у меня уже ролики. То там ролики максимум 20 минут, а так есть и минутные, и трех, и пяти. Всех вас приглашаю, подписывайтесь, тоже участвуйте, если захотите. Там все я сообщаю, как, если есть желание, тоже эти ролики присылать. На этом у меня все. Я с вами попрощаюсь. В конце этого видео позволю вам себе напомнить. Я это делал недавно, в прошлой неделе, на канале Христолюб Библия. Мое служение, когда я целиком отдаюсь проповеди благовестия, Христовой истины о любви, свободе и бессмертии, о том, что человек добровольно должен избирать добро, и от избрания этого добра, добла, добра и явления его в свое проявление, в своей жизни, он и вкушает вечную благую жизнь, и здесь уже, и в веки вечные. И когда я отдаюсь целиком от проповеди, то мое служение целиком зависит от вашей поддержки. Да, я такой же из крови и плоти человек. Я питаюсь не манной небесной, у меня тоже есть расходы, счета, оплата. У меня тоже есть некоторые нужды, да, желания и проповедь, и служение улучшить. Вот, поэтому, ну и начнем с того, что я говорю, мне нужно питаться, мне нужно оплачивать счета, не забывайте обо мне. Я буду всем вам, кто меня поддержит, конечно же, благодарен. Но опять же, я хочу, кстати, в этом ролике сказать, я об этом говорил с самого начала, когда меня стали поддерживать, когда я целиком этому отдался. Кто знает, много лет я питался трудами рук своих, но с того времени, как я вышел на YouTube, и то тоже не сразу. Так Бог управил, все как-то произошло прям, ну, как у Бога, как всегда чудесно происходит. Только я целиком отдаюсь, я помню уже. И люди действительно становят, как чудно меня поддерживать, да. Чудным образом становятся, что они начинают меня поддерживать. Вот, но я еще тогда говорил, что не думайте, что вы покупаете меня, да, или мои проповеди. Если вы хотите действительно поддержать, пусть мы завтра с вами расстанемся. Может быть, вы сегодня, может быть, слушаете меня недавно. Сначала я вам понравился, потом не понравился. И вдруг вы мне помогли. Потом будьте мне тыкать, что вот я тебе там помогал. Вы помогали мне тогда, когда хотели. И, возможно, получали, я думаю, расстали помогать от меня пользу. Да, и, как писал апостол Павел, всякий насыщаемый словом и питающийся, и получающий пользу, делись всяким добром с наставляемым, да. Вот, тем более, вы знаете, мое служение, оно не праздное, да. Оно с утра до вечера, я веду все эти каналы, стараюсь всем этим хлебом небесным с вами поделиться. Вот, поэтому заниматься, служить Богу и мамуне невозможно, на самом деле. Вот, кто знает, я год провел на заработках, решил передохнуть. И даже, когда я пытался и делал попытки что-то записать, вы можете посмотреть те 10 роликов, которые на этом канале вышли. В простоте я, как всегда, просто говорил, ну, любите друг друга. Ну, любовь, свобода и бессмертие, суть всего. По поводу са, там, по 10 минут, я там поговорил, ну, все. Ну, много ли пользы такие ролики принесут, да. Вот, конечно же, они не сравнятся с роликами, с видео до записанных, когда, я говорю, вот, я уехал на заработки, некоторое время решил передохнуть от служения. Они, конечно же, не сравнятся, и даже прошлые ролики не сравнятся, которые сейчас выходят. После того, как я снова стал служить, уже почти год скоро будет очередного такого витка. Возможно, я когда-то опять возьму передышку. Вы же видите, как я с головой бросаюсь, да. Порой бывает, действительно, знаете, перенасыщение тоже, да. Потому что я целиком этому посвящаю. Ну, сейчас, естественно, я верю, что Господь положит на сердце, укрепит, да. Ветхий завет однозначно доделать. Новый завет, кто знает, я хочу второй круг. Перечитать, да, оформить сайт свой новый, который с Олегом, который мы сделали. Есть желание, хотя бы какие-то основные пять апокрифов, да, вы помните, даже шесть я уже записал. Хотелось бы мне сколько-то еще записать. Ну, в общем, если меня хватит еще на год, на два, на сколько хватит, столько буду служить. Заходится сделать передышку, да. Понятно, потому что я буду сам как-то выкручиваться, работать, как всегда, да. Это не проблема, руки у меня есть, голова есть, я всегда нахожу себе занятия, да, всегда нахожу, причем стараюсь обычно, и Бог так, Бог благословляет, стараюсь всегда работать за достойные деньги. Хотя, кто знает, я вот, как вы меня видите на Ютубе, такой же я и в мирской работе, да. То есть, я считаю себя таким достойным тружеником, потому что я действительно отдаюсь, неважно, руками я там работаю или головой, ну, какие я, у меня разные из профессий. Я стараюсь целиком отдаться делу, послужить тому, кто меня нанял, да. Неважно, это частная небольшая организация, я знаю, учредители, либо ты там коттедж кому-то строишь, вот твои работодатели, сами эти хозяева, да. Ты стараешься всегда отдаваться людям с добром, с любовью делать все, что ты можешь, от себя возможно. Вот, но когда я на Ютубе, конечно же, мое служение зависит целиком от вас, и я буду надеяться, рассчитывать на то, что Господь умилосердит ваши сердца, растопит их, и вы будете тоже меня поддерживать, без этого никуда. Ну, и как я, надеюсь, я завершил эту мысль, закончил. По поводу того, что там, своими руками, только не пишите мне в комментариях, там, ссылаясь на апостола Павла, не занимайтесь ерундой. Я говорю, не несите мне чепуху на вырванных стихах из контекста. Я уже об этом сегодня говорил, не буду больше повторяться. Иисус, когда вышел на служение, он уже нигде не работал. А апостолов, когда он призвал учеников, он их от всей мирской работы убрал. Апостол Павел точно так же жил за счет поддержки тех, кому он проповедует слово. Если вы пару стихов выдрали, где он сам писал, что он вынужден просто оказался, вынужден был работать, вот именно. И духовного плода почти никакого в таких местах он не приносил, потому что вынужден был в скорбях и в трудах еще сам себя содержать. То он об этом писал с укором этой церкви. Это было в одном единственном месте. В нескольких местах об этом он написал. Но его же слова, что трудящийся достоин пропитания своего, вол молотящий. Так что это, конечно, не котируется. Я даже это принимать не хочу. Значит, просто ничего не поняли в Евангелии. Неважно, на какой стезе человек трудится. Если он хочет встать в этой стезе совершенно, он должен заниматься только этим делом. Это все, кто вы так тычете, вы сами на себя посмотрите. Это обычная жизнь вокруг нас. Вы достигаете совершенства там, где вы целиком с головой отдаютесь этому делу. Ну и по поводу еще раз вот этой покупки. У меня были некоторые такие случаи. Немного, но было разочек-другой. Что люди думали, что если они мне помогают сегодня на хлеб насущный, что они думают, что я буду даже в комментариях с ними очень лоялен или в личном общении. Потому что если я с вами по-человечески, со всеми, со многими общаюсь даже полюбовно, так скажем. Действительно с искренней любовью и теплотой. Особенно людей, которые мне помогают. Но если вы начинаете ставить мне палки в колеса моему духовному словесному служению, я не могу с вами разделить ваши лживые учения. Я выбираю, конечно же, истину. И то, что мы расстаемся, значит так и есть. Поэтому всем, кто будет мне благотворить, я хочу сказать, чтобы вы делали это естественно по повелению сердца, голоса Божьего. Если у вас есть желание, если вам хочется это делать, поддержать мое служение, чтобы я мог этим заниматься. Потому что, я говорю, конечно же, жить на чужой шее мне не ночей и не за что. Я, естественно, буду тогда вынужден сам себя питать. Но тогда мое служение, скорее всего, прекратится. А те, кто делает, я говорю, просто у меня такое было, и мне хочется рассказать об этом. Что не думайте, что я буду бояться говорить, зная, что вы думаете по-другому. Просто я уже все это прошел. И мне именно потом, одно дело, я сам понимал, я вот сижу, понимаю, мы же не только вчера об этом разговаривали, я пытался другие вещи доказать. И сегодня меня слушают, и я как будто ему отвечаю реально еще раз. Отвечаю против него. Хотя этот человек мне даже поддерживал материально, так скажем. Давал мне хлеб для пропитания. Но я не могу поступиться с истиной. Тогда действительно лучше сдохнуть. Но опять же, у меня даже такого выбора нет. Вот именно, никто меня на гильотину не тащит или в петлю. Действительно, просто придется оставить служение. Но я верю, что Господь за все эти года, я вижу Божье благословение. Бог не оставлял. И я не побирался. Действительно, люди. Я говорил, мне много не надо. Вы все прекрасно знаете. Я безбрачный человек. Мне не надо проплачивать хоромы какие-то. Супер, конечно, коммунальных платежей. Ничего у меня такого нет. У меня нет долгов. У меня нет кредитов. У меня нет супер нужд, потребностей и желаний каких-то. Я живу как обычный человек. Конечно же, современный мир. Даже 5 тысяч, сами понимаете. Все это только в притирку на питание. В притирку оплатить коммунальные платежи. Конечно же, 10 тысяч для меня нормально. Я бы даже не жаловался. Я умудряюсь 10 тысяч даже что-то там бывает копеечку отложить. Но так как многие знают, что тоже ко мне много обращаются. И мы уже неоднократно помогали. Но опять же, у меня все это, когда получается как-то выше. Получалось так, что мне садились на шею, а мне уже и дать нечего. Кроме шкуру только содрать. И 10 тысяч это же не так много. 10 человек по 1000 рублей, вот вам и 10 тысяч. Я могу спокойно заниматься служением. Когда я работал, даже после работы, когда я вышел, кто знает, я еще на те деньги, что заработал, потому что у меня была хорошая зарплата. Я никаких больших крупных покупок не делал. Именно поэтому у меня собрались эти деньги. Я еще полгода жил на свои, помогал на свои. Уже ближе к Новому году все закончилось. И уже несколько месяцев я, конечно же, живу только вашими благословениями, как это называют. Я об этом говорить не стесняюсь, потому что я не клянчу, я не развожу никого, я никаких десятин не собираю. Я вас не пугаю адом, не заманиваю за это раем, что вам что-то там великое будет. Это действительно совместное братское общение, сестринское. Я служу. Вы, если хотите поддерживать, я говорю, тем более, я считаю, что 1000 рублей в месяц, наверное, это небольшие деньги. А для меня это действительно получается возможность жить, существовать и продолжать то служение, которым я занимаюсь. Я считаю, что я свои деньги с лихвой отрабатываю, да, уж если так на то пошло. И тем людям, которым я действительно, может быть, помог духовно в жизни. И то, что я несу это Евангелие. Конечно, делаю я это, вы понимаете, от сердца. Неважно, помогают мне или не помогают мне. Просто кушать хочется, безусловно, и за дня в день от этого никуда не денешься. А так, миллионов у меня никаких нет. Никто мне никогда миллионами не помогал. Если мне даже, бывает, больше переводят, то, поверьте мне, у вас это все верить не надо на экранах. Вы знаете, сколько я сделал сборов, сколько я помогал. И более того, я же говорю, даже те, кто сейчас меня окружают, они постоянно нуждаются в помощи. И просто я бы им с радостью дальше помогал. Мне просто нечем. А когда есть, уж поверьте мне. И Бог так попустит, что если будет больше у меня что-то появляться, значит, будет и больше нуждающихся вокруг. Это естественно. В этом плане сам себя я уж не раз испытывал. Как сатана в пустыне Иисуса. Мне ничего не надо. У меня были деньги, вот я уезжал, сам зарабатывал. Я их даже все на себя не тратил, потому что мне столько не надо. И помогали мне. Бывает больше. Бывает в месяц, бывает и 15 тысяч переведут. Ну, в общем, там, да, кто-то 3, кто-то 5, кто-то 1000, кто-то 500. Набиралось и 15 тысяч в месяц. Всегда есть кому раздать. У меня в этом нет сложности. Всегда есть некоторые вещи, которые я говорю, тоже хочу для лучшего служения что-то купить. Скоро весна. Там хочется мне для древеньки кое-что купить. Хочется микрофоны беспроводные заказать. Уже я там подобрал. Все это стоит денег. Ну, кстати, по поводу того, что нужно для служения, все-таки хочу ролик на лайве записать. Опять обратиться. Потому что все-таки с 5 тысяч я ничего скопить не могу. Поэтому, кто знает, я каждый раз все, что нужно для служения, я стараюсь обращаться. Мне зачем? Вот объясните мне два монитора. Я живу на 12 квадратных метров. Ну, зачем мне два монитора? Зачем мне две камеры? Зачем мне разные эти микрофоны? Один студийный, один петличка. Я стараюсь сделать служение качественным, слушать скрипучий звук, удаленный эхом, как в туалете, кто знает, или ванная комната снята за счет того, что у тебя где-то далеко стоит микрофон, у тебя все там в плитке. Ну, кто это будет служить? Сейчас тем более избалованный слушатель. Я, конечно, не пытаюсь там во всех под них подстроиться, особенно что касается духовных вещей, истины. Но технически я считаю, что человек должен быть опрятным, красивым. Я, конечно, не говорю, что мне нужен костюм троечка от Версача, чтобы я сидел. Я же не бизнес этот блок веду, да. На мне все вещи, кто видит. У меня мама свитер еще... Это школьный, по-моему, свитер или института. Ну, то есть ему лет 15 или 20, наверное. 20 где-то. Лет 17, все правильно. Я в институт 16 пошел, значит, это 20 лет точно. Видите, какой мама у меня крупной такой вязки. Хороший свитерочек нашел здесь у папы. Давно его не надевал, лет 10, наверное. Вот, то есть... Ну, а на служение мне нравится, чтобы было качественно. Качественная картинка, все время надо какие-то лампы. Что-то я экспериментирую. В чем-то я тоже ошибаюсь. Какие-то бывают, приходятся бесполезные вещи, потом они лежат. Ну, без экспериментов тоже никуда, да. Век живи, век учись. В этом плане ничего не поделаешь. Вот, поэтому, опять же, я всегда даже объявляю отдельные сборы, потому что, ну, что я там скоплю с 5, даже с 10 тысяч порой не получается. 2, 3, 4 тысячи даже с 10 тысяч я все равно раздаю. Потому что просят, обращаются. И я хоть 500, хоть 1000 стараюсь куда-то помочь, да. Поэтому те же самые на служение. Я обычно отдельные еще ролики записываю. Мне не стыдно об этом говорить. Я не как патриархи или там пастыри каких-то секты в лимузинах езжу. Там весь золотом обвешанной квартиры, машины, счета. У меня этого нет. И поэтому мне не стыдно на кусок хлеба действительно по труду, для сослужения обращаться. И напоминаю я даже для кого-то, может, для нормального человека, мое напоминание даже обидит. Может быть, что, ну, то, что не знаешь, я же тебе помогаю. Ну, я, во-первых, не к тем, кто меня постоянно поддерживает. Есть очень близкие мне дорогие люди. Так мы друг за другом, можно сказать, за это спасибо не говорим уже. Потому что мы все друг другу помогаем, чем только можем. И словом, и делом, и это уже просто норма. Мы живем, в общем-то, с некоторыми, так скажем, одним дыханием, одним сердцем. Ну, я обращаюсь к тем, кто недавно на меня попал, недавно смотрит. Если есть такое желание. Ну, дело я это нечасто. Я, наверное, это, в общем-то, я в прошлое воскресенье забыл просто на, я сказал, на ответы на вопросы по Библии. Тут же записал ролик ответов и на проповеди, но забыл об этом сказать, но вот в этом сказал. Конечно же, я вам не буду каждую об этом проповедь напоминать. Я даже, видите, специально это делаю в ответах на вопросах. Два часа, вы видите, я уже так томно, медленно разговариваю. Уже все, наверное, кому не надо, позакрывали этот ролик. Я эти ролики особенно, это, по сути, такой мой стрим, такой душевный ответ на вопросы. Я такой, какой я есть. Я говорю, этот ролик до конца вряд ли дослушали мои противники, мои хулители, ненавистники, кто там даже интересы чего-то там смотрит, выискит мой ролик. Я думаю, что дослушали свои, с которыми мы все-таки хоть как-то, ну, может быть, не во всем, но во многом единомысленные, единодушные. И поэтому я вот такое обращение пишу, я говорю, в принципе, ни от кого, конечно, не прячусь, кому надо, и досюда досмотрит, нарежет куда-нибудь, выкинет. Я говорю, ну, мне нечего стыдиться, стесняться. Стыдно должно быть и стесняться, человек должен чего? Грехов. Я это грехом не считаю. Вот разводы, когда, конечно, людей всякими этими десятинами, пожертвованиями, манипуляциями, прямым враньем есть, каким-то Евангелиям процветания, что только нет. Как только на имени Иисуса Христа, на его Евангелии не паразитируют, не спекулируют, это, конечно, дурдом. Все, на этом все. Я вас всех по-братски, на самом деле, от всей души с теплом крепко-крепко обнимаю, нежно целую. Всем желаю вам в вашей жизни всего самого доброго и благого, чтобы все у вас было хорошо. Здоровые тела. Конечно, Бог может попускать испытания вашей веры в уповании на Бога, в любви к ближнему, но все равно мы, когда любящим, мы не можем желать им зла. Желаю вам, чтобы все у вас было хорошо и в семье все были здоровы, в окружении, все люди, которые вам особенно дороги, потому что вы рядом с ними будете страдать, рядом вместе с ними. Понятно. Я, как помните, в служебном романе, давайте выпьем. Ну-ка, за что? Ну, за то, чтобы все были здоровы. Да, понятно, я желаю всем людям на земле, но, в частности, я сейчас с вами общаюсь, вам обращаюсь, чтобы все у вас было хорошо. Ну, и в душевном, и во всех сферах вашей жизни. Я не желаю вам процветания, Евангелия процветания, чтобы в миллионах долларов помрете или жить будете даже, да, прежде чем помереть. Ну, действительно, человек достойный, достойный оплаты труда. Я желаю вам хорошей, приятной какой-нибудь назидательной работы, которые вам самим приносят не только материальное удовлетворение, но и духовное, и не только духовное, и материальное. Потому что достойный работник, человек трудящийся, достойный, я добавляю слова апостола Павла, он достоин достойного пропитания. Вот, конечно же, барыги, которые зажимают там людям зарплаты, обманывают, лишают там премии, да, лишь бы себе побольше в карман положить, это нехорошо. Вот, я вам желаю, чтобы у вас были хорошие, благочестивые начальники, работодатели, со-бизнесмены, как-то компаньоны, да, все это, если вы там, может быть, какой-то предприниматель, мелкий или крупный, неважно, может, фрилансер, чтобы у вас были достойные партнеры, какие-то друзья, соработники. Вот, ну и в духовном желаю, естественно, это хоть и по последней, на самом деле, самое важное, чтобы вы познали истину, которая в том, что человек веки вечны, от начала времен и до конца веков, которым нет конца, свободен избирать между добром и злом. Я вам всем желаю избирать всегда добро, неважно, даже перед страхом, не просто потери материального чего-то, не только потери ваших родных и близких, как Иов потерял, не только потери дома и всего имущества, но даже и здоровья, и даже самой жизни избирать всегда благо, ибо эта временная жизнь ничего не значит. Именно это и есть наша школа, когда вы поймете, вы с радостью, даже теряя что-то в этой жизни, изберете благо, чтобы приобретать вечные блага. Этого я вам всем желаю. У меня на этом все, я с вами прощаюсь, пока-пока, до встречи в следующих видео на всех моих каналах. Не забывайте, кстати, ставить лайки под всеми роликами, писать комментарии, делиться ими в соцсетях или на других ресурсах, какие у вас есть. Все это также помогает продвижению видео конкретных, самого канала, ну и, как я верю, проповеди истины Евангелия Иисуса Христа. Субтитры подогнал «Симон»